Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин, мой собеседник, израильский политолог Арик Эльман. Арик, приветствую вас! Добрый день! Ну, безусловно, одним из главных событий минувших дней, а может быть даже и главным, стало большое африканское побоище, которое произошло на улицах Тель-Авива. Сражались между собой сторонники и противники нынешней власти в Эритрии, и страсти эти были вроде бы далеки от израильтян, но тем не менее вылились действительно в ужасающие вещи, которых Тель-Авив давно не видывал. Свыше 130 человек пострадало, многие очень тяжело, полиция вынуждена была открыть огонь, пострадали сами полицейские, разбиты многие бизнесы, кафе, рестораны. В общем, все это было тяжело. Ну, как всегда, на следующий день начали сразу разбираться, кто виноват, почему не предусмотрели, что делать. Тем более, что история с эритрийцами, которые живут в центре страны давняя, это беженцы из этой страны, которые претендуют на политическое убежище в Израиле, и которые его не получают. И они уже много лет здесь живут, непонятно на каких правах. Скажите, пожалуйста, что это было как бы просто всплеск ненужной нам преступности, или тут, как всегда, замешана политика? Я почему говорю, потому что сегодняшний премьер-министр, когда он раньше был премьер-министром, Бенемин Тиньягу, публично обещал, что он решит ту проблему, но не решил. Ну, что ты можешь сказать? Я думаю, что те, кто организовывал это мероприятие, планировали каким-то образом сделать так, чтобы было неприятно Леонтиньягу или его правительству. Да, безусловно, это два параллельных события. Эритрийцы, которые собрались на мероприятия, организованные эритрийским посольством, это к вопросу, кстати, о соискателях убежища, и другие, они там, часть были одеты в синий рубаш, другие в красный, да. Это люди, которые продолжают свой политический конфликт здесь, в Израиле, теми методами, к которым они привыкли у себя в эритрии, да, было хорошо видно на всех кадрах, как противники этого режима, они шли протестовать против этого мероприятия, неся с собой доски уже, да. Могу подтвердить, я имел счастье и неосторожность в это время проезжать мимо и видел... Мои соболезнования, что называется, не только мои соболезнования, вы не попали в это, так сказать, не оказались там посередине, да, полицейские присутствовали. Нет, нет, это было как раз накануне, все только начиналось. Надо сказать вот что, да, это как раз та ситуация, когда виноваты буквально все, то есть, да, правительство, все правительства, большинство, которые возглавляли Антониаку до сих пор, удовлетворялись только вот этим вот потоком. Он был и есть исходы этих самых нелегалов из Израиля, не только эритрейских, но и суданских, которые происходят сам по себе при определенной, или там при определенной поддержке премиальных государств на добровольных началах. Это все, что оставил на самом деле правительство в качестве рычагов давления Высшей Судсправедливости, да, это он тоже несет ответственность. Правда, надо сказать, что Высшая Судсправедливость – это такая инстанция, которая обладает всей полнотой власти, но не несет никакой ответственности. Потому что ответственность за последствия решений суда несут другие. Точно так же ответственность несут руководители полиции, в том числе и телевизорского округа полиции, которые не занимались, так сказать, разработкой с точки зрения сбора информации, оценки ситуации, тенденций, юридические, как информационные, сейчас располагаем. Полиция, что называется, была по интуиции говорила, что не надо разрешать провести мероприятие протеста, запретить посольству аккредитованному Израилю проводить мероприятие не может никто, но митинг противников не надо было разрешать. А вот юридические консультанты полиции сказали, нет, это невозможно, но, скорее всего, невозможно, они подали язык в богатство. Богатство, на самом деле, надо сказать, помимо тех специфических распоряжений, которые лишали раз за разом государственных инструментов давления на нелегалов целью побудить их покинуть Израиль, там проблема же еще была в том, что судьи раз за разом утвердали, что у этих нелегалов есть базисные права, которые равны правам израильских граждан, в том числе право на свободу, право на собрание и свободу слова и так далее, и так далее. Это проблема, потому что, если так, ну тогда кто может запретить устраивать демонстрацию? А то, что они, как мы уже сказали, демонстрируют свои политические симпатии и антипатии известными методами исключительно, ну вот такая действительность. Теперь, конечно же, надо сказать, что проблема эта не существует сама по себе. И то, что это происходит в Южном Тель-Авиве, в одном из самых заброшенных, самых социально и экономически слабых, страдающих районов нашей страны, это не случайность. И то, что в этом, конечно, есть экономическая составляющая. Эти нелегалы, будучи людьми лишенными большинства трудовых прав, например, израильских, являются очень дешевой рабочей силой, активно использующиеся в том же самом Тель-Авиве, в ресторанах, в том же самом Эл-Ате в гостиничном деле, мы все это там в доставке, мы все это прекрасно знаем. И кто-то страдает от этого, а кто-то наживает. Так это всегда бывает. Поэтому для того, чтобы решать проблему, правительство должно резко изменить курс по целому ряду направлений, начиная с злополучной конвенции по веженцам, которую Израиль в 51-м году подписал в надежде на то, что это как-то облегчит страдания еврейских беженцев из стран Востока, Северной Африки и стран Ислама. Ничего это не облегчило. Они как бы их как ограбили, ободрали и выбросили из тех стран граждан, которые у них были. Так и произошло, ничего не изменилось. Никто компенсации до сих пор не выплатил. Эта борьба за элементарные права 800 тысяч человек продолжается до сих пор. Ничего не изменилось. И государство Израиль сегодня должно просто задать себе вопрос. Разумно ли продолжать оставаться в этой конвенции в силу изменившейся глобальной ситуации, в силу того, что десятки тысяч работают. А если начать этот процесс всерьез, то сотни тысяч беженцев из Ада, которыми является значительная часть Африканского континента, они будут все утверждать, что они здесь ради политического убежища. И кто будет это проверять и как. Отправлять делегации, министерства. Даже, скажем, многие правозащитники обвиняют. Я, на самом деле, с частью этих обвинений согласен, что Израиль, на самом деле, серьезно к вопросу выяснения, кто беженцев, кто нет, не подходил до сих пор. Ну, согласен, но продолжим эту логику. Как мы должны с этим разбираться? Посылать делегации наших специалистов в эти страны, чтобы что-то они там проверяли, собирать какую-то информацию. Значительная часть этих людей вообще попадает в Израиль без каких-либо документов. Значительная часть этих людей попадает в Израиль без членов семьи. На каком основании мы будем принимать эти решения, мне лично совершенно непонятно. Когда мне говорят, да, все, есть специалисты, ООН нам поможет, мы разберемся. Я сразу начинаю напоминать заверения наших генералов в преддверии подписания соглашения ОСЛОК, как раз 30 лет наступает, что в любой ситуации они обеспечивают нашу безопасность. Все мы знаем, что это стоило. Все мы знаем, что это стоит в этот раз. И поэтому я думаю, что надо начинать с того, что государство Израиль должно напомнить себе, что никакая международная конвенция не является фактом о самоубийстве, что охрана национального и культурного статуса самостоятельности, уникальности является по тому же уставу ООН, кстати, суверенным правом каждого государства. Начинать надо, скорее всего, с объявления о том, что мы, если так будет продолжаться, мы, к сожалению, должны думать, чтобы выходить из нее. Дальше посмотрим, может быть, это приведет к созданию некой международной динамики, которая позволит решить вопрос так, как этого хотели в свое время, удалением подавляющего большинства добровольных этих лиц в те страны, которые готовы принять, и куда они на самом деле хотели бы попасть. В Европе, в Америке и так далее. Ну, а если нет, ну тогда надо думать, как возвращать их назад, несмотря на то, что действительно в Эритрее, мы знаем, правит режим очень несимпатичный. Но то, что есть на планете несимпатичные режимы, это еще не значит, что мы должны быть тем местом, где эти люди не только находят в себе тихую гавань, скажем так, но затем они делают ее не тихой, поскольку они приносят с собой свои конфликты и свои навыки решения этих конфликтов. Ну, вот так как-то. Смотрите, уже, наверное, не первое десятилетие, а то и больше пытаются решить эту проблему каким-то образом, законными методами, незаконными, против которых выступил потом богат, с которого назначили крайним во всей этой истории. И не получается, не могут найти. И что же происходит сейчас? После этого побоища в Тель-Авиве, два ключевых министра в этом правительстве, министр юстиции и министр национальной безопасности, то есть от которых люди ждут какого-то конструктивных предложений, способов решения, пусть не сиюминутных, но в принципе ждут решения. Они вдвоем предлагают. Что? Они предлагают поселить вот этих самых беженцев в Северный Тель-Авив. Мол, назло этим самым псевдо-лево-либералам и членам Верховного Суда, которые, по их мнению, живут именно там. И вот давайте, может быть, тогда они изменят свою точку зрения, и что? Эритрийцы исчезнут. И избиратель он все видит. И просто граждане все это видят. Если два ключевых министра ничего не могут предложить существенного, кроме откровенного популизма, то что же тогда ждать? Ну в том-то и дело, что есть такое ощущение, что те, кто привыкли быть оппозиционерами, Бенгвир, например, они не вышли из этого статуса еще. Мы помним, Бенгвир, на самом деле, организовывал отличные пиар-акции, когда он брал этих... Организовывал автобусы для бассейна. И отвозил в бассейны в Северном Теле. Это было прекрасно, на самом деле, потому что, да, действительно, надо сказать, что очень много есть лицемерия во всех этих подходах и борьба за права. Но то, что хорошо оппозиционеру... Мы уже поняли, да, нас не надо убеждать, мы верим, что есть много лицемерия в этом, есть много, так сказать, есть вполне, мы уже сказали, есть вполне конкретные причины, почему эти люди находятся в Южном Тель-Авиве, а не в Рома-Тель-Авиве, например. Все понятно, не надо продолжать. Что вы собираетесь этим делать? У вас есть вся полната власти, принимайте решение. Знаете что? Давайте, вы говорите, что вы должны быть самостоятельными в своих решениях, юридические советники должны накладывать вето, богатские должны накладывать вето, отлично, подготовьте такую программу действий. Сейчас вот премьер-министр решил собрать эту комиссию министров по решению этого вопроса, которая сможет поддержать большинство израильской общественности. После этого посмотрим, есть ли юридические советники, начиная с юридической советницы правительства, будут пытаться эту программу блокировать. Конечно же, правозащитники забросают в высшую суд справедливости опять исками по этому поводу. Вот скажем, Гедон Сар, бывший министр внутренних дел, он, говоря о ситуации, это были его законы, которые богатся тогда все захвором, он сейчас выражает надежду, что ситуация изменилась, богатся сидят несколько иные люди, и может быть по-другому. Давайте проверим это на практике. И если, опять же, выяснится, что нет, законный суд продолжает руководствоваться какими-то абстрактными идеалами, то есть сказать, за все хорошее против всего плохого, и фикциями о том, что каждый находящийся здесь нелегал из Африки, он потенциальный беженец, тогда общественность наверняка поддержит правительство, его усилия по продвижению техных реформ, которые позволят вывести юридическую систему в этом смысле из игры, дать возможность народным избранникам сделать то, что они обещают, и взять за это ответственность на себя. Но для этого нужно перестать бросаться лозунгами, а разработать и принять конкретную программу конкретных действий на всех аренах, причем одновременно. На арене практической, полицейской, организационной, дипломатической, пропагандистской, юридической и так далее. Для этого нужно правительство, которое работает вместе, от правительства, которое наиболее коэрентно, единообразно, скажем так, с идеологической точки зрения за много лет нашей политики, этого следовало бы ожидать и его сторонникам, и его противникам. Пока что мы знаем, что это не работает практически ни в одном направлении, и ситуации с нелегалами тоже, к сожалению, не приходится ожидать, что все произойдет по-другому. Но посмотрим. Посмотрим. Ну, я решу предположить, просто в качестве реплики, что как только забудется это побоище, пройдут все комиссии, которые назначены, или которые еще будут, и все будет так же, как и раньше. Ну, эти о короткой памяти отличаются у нас все, как известно, да. Попытаемся вспомнить, что, о чем шумели газетные заголовки неделю назад, и наши СМИ, и какие скандалы разгорались, и уже, и будет очень тяжело вспомнить. Это одна из специфик израильского политического процесса. Ну, вот еще одна долгоиграющая тема, тоже отчасти касающаяся миграционных процессов, точнее, в данном случае уже репатриации. Вот статистика появилась. За 8 месяцев нынешнего года, с января по июль, в Израиль прибыло менее 700 евреев из Франции. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом право на репатриацию во Франции имеет не менее полумиллиона человек. Почему именно на вот статистике из Франции сосредоточили свое внимание журналисты? Дело в том, что новый министр, точнее, он уже не новый, министр алии и интеграции, когда он занял этот пост, он объявил ошибочным сосредоточение внимания на репатриации из стран Восточной Европы, а призвал обратить свое внимание именно на западные страны, в первую очередь Франции, потому что там большой потенциал, там именно евреи, которые хотят репатриироваться, и вот теперь все считают, вернее, сочли, когда появилась эта статистика, что она стала неким ответом на устремление министра. Но он продолжает утверждать, что ничего, нам нужно наращивать свои усилия и идти этим путем. При этом приводится еще и другая статистика, что вот в прошлом году в Израиле репатриировалось 75 тысяч человек, тысяч человек, да, из них 62 тысячи из стран бывшего СССР. Может быть, действительно, министр прав и просто вот недостаточно усилий мы делаем на французском направлении? Ну, что сказать, давайте сначала сделаем, поставим звездочку на цифрах репатриации из стран бывшего СССР, мы все понимаем, что значительная часть это репатриация, это не репатриация, на самом деле, а бирженспектур. Которые бежали от войны, которые бежали от ужесточения российского режима, которые находятся здесь, потому что они могли приехать сюда. Но это, что называется, как можно сказать, звездочка, замечание к теме. Конечно, желательно стремиться поощрять эмиграцию в Израиль из западных стран. Это Франция, США, Британия, оттуда угодно. Проблема состоит только в том, что из этих стран в конечном итоге люди поедут в Израиль не потому, что Израиль способен предложить им какие-то материальные блага, которых они имеют в своих странах более развитых, чем Израиль, доход выше, чем Израиль, цены ниже, чем в Израиле, коммунальные услуги лучше, чем Израиль, транспорт лучше, чем в Израиле и так далее. Они поедут в Израиль для того, чтобы только тогда, только в том случае, если они чувствуют себя, осознают себя евреями, и хотят жить еврейской жизнью среди еврейского большинства без оглядки на нееврею. Это простой факт. И поэтому я за то, чтобы Министерство абсорбции создавало какие-то программы поддержки, привлечения сюда, точечные, как они работают в других направлениях, студентов, врачей и так далее, развивало новые возможности, хотя, на мой взгляд, это нужно делать совместно с еврейским агентством, репатриархскими организациями выходцев из Франции и так далее. В качестве использования, в качестве лозунга давайте вот мы сейчас повернемся лицом к западу, спиной или другим местом к востоку, так сказать, и будем все наши ресурсы бросать на это. Я думаю, что Министра абсорбции ждет разочарования, поскольку этих, с точки зрения материального поощрения, этого будет недостаточно для того, чтобы показать какой-то результат. Пока же, вне зависимости от причин, по которым они здесь оказались, десятки тысяч новых репатриантов из стран бывшего СССР, в первую очередь, России и Украины, нуждаются в помощи Министерства абсорбции уже сейчас. И средства Министерства абсорбции, они тоже не резиновые. Если что-то выводится на какие-то программы, которые начинают работать на французском направлении, на американском направлении, и они дадут, может быть, будут оптимисты. Может быть, они дадут результат через год, два, три. Но этих средств не хватает уже сейчас для тех репатриархов, которые уже находятся здесь. И по отношению к которым Израиль все еще находится, скажем так, в сианистском долгу, если уж использовать красивые слова. Ответ на это, на самом деле, лежал бы в очень простой плоскости. Есть такая вещь. Кабинет министров по вопросам ли и абсорбции существовал в разных правительствах, регулярно заседал. Как правило, председателем там был не министр абсорбции, а премьер-министр, потому что это важная, первостепенная сианистская задача еврейского государства. Одна из целей, основных целей, ради которых она была создана, и там эти темы обсуждались. И тогда можно было планировать такие вещи в сотрудничестве, направляя, собирая бюджеты на те или иные цели из разных министерств и организаций. Потому что надо напомнить, абсорбция репатриантов это не только обязанность министерства абсорбции, все государственные органы Израиля несут за это ответственность, в том числе и по закону. Но у нас вообще непонятно, существует этот кабинет, создан ли он, кто его возглавляет, что Ленин Агу по этому поводу думает, что генеральный директор его министерства, который должно координировать эти усилия, думает по этому поводу. Ничего не происходит, мы уже об этом говорили. Левая рука не знает, что делает правая. Министр политик определенной партии, ориентирующийся на определенный электорат, имеет право иметь свои приоритеты. Тот, кто должен его поправлять и направлять, это глава правительства и правительство в целом. Пока этого не происходит, все будет выглядеть так, как выглядит сейчас. У нас осталось несколько минут. Я хочу вас попросить прокомментировать приближающиеся 12 сентября, когда богат должен по плану рассмотреть принятый недавно закон, один из основных законов, который лежит в основе судебной реформы. Это закон о так называемом принципе неприемлемости, вокруг которого много баталий и страстей. И чем ближе эта дата, тем сильнее накаляется обстановка. Правительство вот сейчас обратилось к богатцу с просьбой либо отменить, либо отсрочить принятие решения по этому поводу. Но меня в основном заинтересовала формулировка обоснования этой просьбы. Ссылка идет на то, что юридический советник правительства заняла экстремистскую, я подчеркиваю, так написано, позицию и поддерживает радикальную меру, основу, отмену основного закона в Израиле. Речь идет о настоящем землетрясении, скандале в израильской юриспруденции. Действительно, юрсоветник правительства отказалась поддерживать позицию правительства в богатце по этому поводу. Очевидно, это будет делать частный адвокат. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем вся эта история закончится? Это очень интересно на самом деле. Понятно, что, это, кстати, не единственный кейс, который будет перед богатцем в сентябре, это будет очень горяч. Сентябрь нас ждет. 7 числа должно состояться первое слушание по иску с требованием заставить Львина собрать комиссию по назначению судей. Львина уже, там тоже юридическая совета сегодня объявила свою позицию о том, что нужно заставить, юридическая совета правительства говорит в Верховном суду, что нужно заставить министра юстиции собрать ту комиссию. В то время, как позиция министра, что комиссия собираться не должна. Затем вот этот слушание, потом под конец месяца у нас еще будет продолжение слушания по теме закона о недееспособности главы правительства, там тоже все будет очень интересно. А, и требования также в этой связи объявить над меня недееспособным и лишить его права занимать пост премьер-министра, много очень интересного будет происходить. Какова сейчас оценка? Предполагается, что Верховный суд большинством голосов попытается отменить этот закон об ограничении применения принципа разумности. Это будет, конечно, прецедент вмешательства Верховного суда в основной закон, отмена его, и более того, это будет отмена основного закона, который определяет порядок действий самого политического системы. Верховного богатства, да. Здесь вещь-то совершенно беспрецедентная, я не хочу вступать в дискуссию о том, правильно будет это или неправильно, имеет богатские полномочия, нет, абсолютно бессмысленно уже на этом этапе, на мой взгляд. Мнения разделились, да, это как, либо ты за царя, либо ты за большевиков, условно, да, тут нет какой-то компромисса, нет средней позиции. Что будет происходить? Понятно, что речь не идет о какой-то вещи, которую правительство, условно говоря, может не соблюдать, да, потому что это очень тема такая аморфная, это вопрос о применении одного из инструментов административного права в отношении действий правительства и министров, да, это касается к суду, да, на самом деле. Поэтому я не думаю, что Миттенниаду или правительство будет выступать с каким-то официальным заявлением, Богац сделал неправомощную вещь, мы ее не признаем, нет, этого не будем. Более того, из окружения Таньяу говорят, что премьер-министр примет как данность тот факт, что Богац принял это решение, даже если он не согласится, но сторонники реформы намереваются в тот же момент войти в закон, с законом, новым законом, который уже официально, что называется, лишит Богац права вмешиваться в основные законы, или как минимум в основные законы о юриспруденции, да, хоккисодашфитат. Это то же самое будет, да, но под другим названием, потому что понятно, в тот же круг замкнутый, тут же будет апелляция против этого решения. Не надо говорить, не надо говорить, у нас конституционный кризис, можно его просто делать, да. Понятно, что эта тенденция пойдет на обострение. Я уже не говорю о том, что не только идеологически сторонники реформы, но и ультратаревсальные партии, которые ждут решения вопроса о отсрочках от призыва для учеников Ешиев, тоже будут настаивать на таком шаге по той простой причине, что они, понятно, что если Верховный суд решает, что сейчас не только просто закон, но и основные законы подлежат его изменению и отмене, тогда шансы на принятие такого закона о непризыве, как выразился министр Мейерпоруш, который удовлетворит хотя бы частично запросы ультраакциального сектора, они становятся нулевыми, да, и не будут, потому что понятно, что богатство вмешается в любой закон. Кризис в данный момент он, к сожалению, норма жизни, он будет только идти углубляться, если не последует какая-то инициатива, опять же, надо напомнить, я, ваш покорный слуга, ошибся в своем прогнозе наполовину, когда мы обсуждали перспективу принятия закона о выграничении принципа разумности здесь, я говорил о том, что случаются две еще, закон пройдет, и сразу после этого будет официальное приглашение со стороны Антониягу к лидерам оппозиции вернуться на переговоры, они будут мяться и отказываться, Антониягу призовет на помощь Байдена, Байден позвонит тому же Гансу, и все состоится. Но я оказался, как ни странно, я оказался оптимистом, оторванным от реальности, переговоры, как мы видим, не возобновились. КНЕСТ уже совсем скоро возвращается с каникул. Это значит, что законотворческий процесс возобновится. Старвайники реформы от своих планов не отказались. Это значит, что противники реформы будут пытаться максимально ужесточить свои собственные действия. Если уж совсем хотеть быть оптимистом, может быть, вот эта намечающаяся в 20-х числах сентября встреча с Байденом в США, может быть, она станет каким-то катализатором какого-то процесса. Если Антониягу об этом попросит. Мы даже не знаем, хочешь Антониягу об этом или нет. Поэтому здесь, к сожалению, придется вернуться к моему стандартному пессимизму. Нас ждет углубление внутреннего кризиса с постоянным приближением той красной черте, за которой уже прямое насилие двух противоположных политических лагерей одного против другого. Ну, будем надеяться, что это ваше предсказание не сбудется. Другой надежды в данном случае нет. Арик, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником был израильский политолог Арик Эльман. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова